Друзья, вы на Нью-Сейдере, я Александр Кушнарь, сегодня 4 марта. У СУ появился новый секрет. Накануне они удивили нас тем, что сбили фронтовой бомбардировщик России, поколение 4++, Су-34. А удивлены мы должны быть, потому что сбит он был над оккупированной территорией в районе Янакиево, на расстоянии 30 километров от линии фронта, на высоте 10 километров. Видео того, как он падает камнем вниз, вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылки на это видео я даю в описании к этому ролику, а также в правом верхнем углу на этом экране. Обязательно посмотрите. Говорят, оба пилота погибли. Естественно, что для России это немалая потеря. Считаем и ресурсы, потраченные на обучение, собственно, самих пилотов и, конечно же, на производство самого самолета. Также считаем и очень серьезный удар, причем очередной, по репутации российских так называемых ВКС. Оказалось, что не такие уж они неуязвимы. С учетом того, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла вот на этой войне уже более 300 таких вот самолетов. Но сейчас речь не об этом, а о том, чем же все-таки били ВСУ. Дело в том, что на передовой ВСУ используют в основном только ПЗРК. Американские, европейские, советские, этого в достатке. Но у всех у них есть ограничения по дальности и высоте. Примерно на уровне 5-7 километров. То есть, соответственно, в ВСУ, если и применяли какие-то ЗРК, то это точно не ПЗРК. Значит, это какое-то более серьезное средство для уничтожения самолетов. Так какое же? В любом случае, они точно его не на передовую гнали, потому что рисковать вот таким ценным активом в ВСУ не стали, поскольку подобные системы ПВО нужны вооруженным силам Украины для того, чтобы охранять в первую очередь мирное население, гражданские объекты Украины, от российских ракетных террористических обстрелов. Но, тем не менее, чем-то же в ВСУ все-таки сбили этот СУ-34. Соответственно, если уж они избивали его каким-то серьезным средством ПВО, то это средство ПВО в любом случае было размещено на расстоянии, ну, как минимум, 30 километров от линии фронта для того, чтобы сбивать самолеты, которые появляются над такими вот точками, как Янакиево. Почему я говорю про 30 километров? Да потому что, если разместить их ближе, то для этих систем, опять же, риск быть уничтоженными повышается. Ну, хотя бы уже потому, что у России есть такие вот артиллерийские средства, которые бьют на расстоянии в несколько десятков километров. Соответственно, мы берем расстояние как минимум 30 километров от линии фронта, то есть 60 километров от Янакиево. Но нужно иметь в виду, конечно, что вряд ли то средство ЗРК, которое есть на вооружении УВСУ, сбивало бы самолет над Янакиево на предельной дальности. Прибавляем еще 20 километров. 8 километров — это, соответственно, вот та дальность, которая должна обладать системой ПВО, использованной Украиной для уничтожения СУ-34 над Янакиево. Теперь давайте посмотрим, какие же это могут быть теоретические системы. На самом деле, под такие вот параметры подходит не так много систем, которые есть на вооружении Украины сейчас. Это, во-первых, С-300, а во-вторых, собственно, все. Все, по крайней мере, если мы перечисляем то, что мы точно знаем насчет наличия. Дело в том, что да, у украинцев, конечно, есть немало различных европейских и американских систем, но вот в чем дело. Все они системы малого или среднего радиуса действия. Бьют максимум на расстоянии 30-40 километров. А на самом деле, в большинстве своем 20-25. Они, собственно говоря, предназначены не для того, чтобы самолет сбивать. То есть для самолетов, конечно, тоже. Но, в первую очередь, они предназначены для того, чтобы отражать российский ракетный террор. Значит, если уж украинцы решили рискнуть и вывести эти средства ПВО куда-то поближе к границе фронта, то, значит, риск должен быть оправдан. То есть это средство ЗРК должно быть на таком расстоянии от линии фронта, чтобы гарантированно избежать обнаружения врагом. Чтобы иметь возможность быстро ретироваться с этой позиции. Таким образом, вот то, что я сказал про 30 километров от линии фронта, это на самом деле минимальная дальность. Я бы лично перестраховался бы и минимум на расстоянии в 50 километров разместил бы вот это средство. Значит, получается, дальность у этого средства должна составлять более 80, а на самом деле, скорее всего, более 90 километров. Я уже сказал, что под это описание подпадает С-300. С-300 действительно может теоретически бить вот на такое расстояние. Но вот в чем дело. Только Россия производит боеприпасы С-300, да и запчасти тоже. Ну и, соответственно, жертвовать или рисковать, во всяком случае, вот таким вот средством ЗРК украинцы вряд ли стали бы. Поскольку дефицитные боеприпасы, дефицитные запчасти, да и сама система дефицитная. Заместить ее нечем. Значит, скорее всего, украинцы расценили бы это как неоправданный риск. И, скорее всего, не стали бы использовать С-300 для того, чтобы попытаться сбивать какие-то самолеты России над оккупированными территориями. Хотя бы уже потому, что каждый потраченный вот такой вот дефицитный боеприпас, это сокращение возможности Украины по сбиванию российских крылатых ракет. Соответственно, остаются варианты с какими-то западными системами ПВО. Итак, какие же это могут быть системы? А тут, на самом деле, два варианта. Или СМТ, итальяно-французского производства, или Петриот, американского производства. СМТ – это система, которая должна была быть поставлена украинцам вот-вот. Но официально об ее перемещении в Украину ничего не сообщалось. И давайте посмотрим, а может ли так быть, что эта система была перемещена в Украину, и при этом об этом ничего не говорилось бы в прессе. Да, разумеется. Более того, именно так и нужно делать. Для того, чтобы враг не был готов. Вполне достойная версия. Но есть и другая. Петриот. Петриоты даже более эффективны, чем СМТ. Дело в том, что их дальность для сбивания вот таких вот крупных целей, как самолеты, значительно превышает 100 километров. И, соответственно, здесь риск был бы минимален. Но тут опять же вопрос. Официально о том, что эти системы уже перемещены в Украину, ничего не сообщалось. Как и в случае с СМТ. Говорилось о том, что украинцы очень быстро учатся вот на этих системах. И вообще полагалось изначально дать украинцам чуть ли не полгода на тренировки на Петриотах. Но потом и американцы, и немцы говорили, что украинцы очень быстро осваивают их. И в результате оказалось, что украинцам чуть ли не 2-3 месяца, возможно, потребовалось бы для завершения вот этих тренировок. Короче говоря, и здесь то же самое. Зачем сообщать в прессу вот такую деликатную информацию, как информацию о перемещении ПВО Петриот в Украину? Тем более, что, насколько мы знаем, для российских пропагандистов, для российских властей, лично Владимира Путина, необходимость убить Петриот – это дело чести. Дело его кровавой чести, о котором он, между прочим, публично заявлял, когда говорил, что мы пощелкаем вот эти системы. Ну что ж, насколько мне известно, ни одна из тех западных систем ПВО, которые были переданы Украине, до сих пор еще не были повреждены или поражены российскими средствами, какими бы то ни было. И это уже говорит о многом. Говорит о том, что на самом деле Россия бессильна перед западными системами ПВО. Почему она до сих пор еще не поразила ни одного из них, легко объясняется. Ну, во-первых, все это мобильные системы, они перемещаются. Во-вторых, потому что все они работают так или иначе в пассивном режиме, и их очень трудно обнаружить. В-третьих, это украинское мастерство. Ну, а в-четвертых, так сказать, бонусом – это криворукость самих россиян. В-пятых, это плохая разведка у россиян. У них просто нету такого количества спутников для того, чтобы определять, где в данный момент стоит то или иное средство ПВО. Ну, а даже если по спутнику они что-то и увидят, то 5 минут назад была система, через 5 минут ее уже нет. Что говорить, если 24 февраля россияне хвастались тем, что они убили все ПВО Украины, а потом выяснилось, что практически все эти ПВО и практически вся украинская авиация выжила. Просто потому, что она была вовремя перемещена буквально за 20-30-40 минут до начала ракетного обстрела со стороны России. И все это отчасти благодаря американской разведке, которая вовремя предупредила Украину. Так что уж говорить о нынешнем моменте, когда украинцы куда более опытны, чем 24 февраля. Соответственно, они знают, как скрыть свои системы. Ну, а тот факт, что эти системы в порядке, что они стоят на вооружении в СУ, что они работают, что ни одна из них, по всей видимости, не повреждена, подтверждается уже результатом их работы. Это за минувшие 3 месяца ракетных террористических обстрелов. 80% российских ракет сбивается. Именно поэтому, собственно, Россия перестала обстреливать. То есть, сработал наш прогноз, когда мы говорили, что после насыщения Украины западными средствами ПВО цена ракетного террора для Путина будет непомерно высока. А российские ракетные арсеналы истощатся. Не говоря уже о том, что, конечно, украинская энергетика выстояла еще и благодаря западным поставкам тех же трансформаторов и вообще всего, что связано с электроэнергетикой. Итак, выводы. Украинцы сбили Су-34, либо системой П-3, либо системой СМТ. И то, и другое, блистательно было бы. Потому что, во-первых, удалось сохранить в секрете перемещение этих систем ПВО. Ну, а во-вторых, тот факт, что они были опробованы непосредственно на вражеском объекте. Это означало бы также и то, что украинские мастера действительно хорошо освоили и ту, и другую систему. Систему, на самом деле, сложную. Но это также означает и другой неприятный момент для России. Дело в том, что для нее, для России, воздушное пространство закрыто не только на той части Украины, где стоит большинство ПВО. То есть, речь идет не только о городах Украины. Но также, похоже, для России заканчивается ее веселая прогулка и на фронтах. Там Россия еще чувствовала себя более-менее в безопасности. Именно потому, что могла быть уверена до недавнего времени, что Украина не станет перемещать на передовую свои системы ЗРК и запасение перед высокими рисками. Так вот, теперь этому пришел конец. Но я расстроил Россию и в другом плане. Дело в том, что у украинцев появились теперь дальние дроны, которые способны достигать различных российских аэродромов. И вот буквально несколько дней назад стало известно о том, что после таинственных ударов, очевидно, украинскими дронами, по российскому аэродрому в Ейске, из этого аэродрома пропало от 4 до 6 самолетов Су-34. И это вторая плохая ноль для России. Ведь это означает, что российские ВКС не могут чувствовать себя в безопасности не только в воздушном пространстве Украины над оккупированными ее территориями, но также даже и на собственной, международно признанной территории. Друзья, я напоминаю, что мы ведем уже второй по счету сбор для грузинского легиона, воюющего в составе ВСУ. Первый сбор завершился крайне успешно. Мы купили на 24 тысячи евро дрон с комплектацией, передали его грузинским бойцам. И дрон уже работает на передовой в интересах грузинских бойцов и ВСУ. Ну а в рамках второго сбора мы сейчас копим сумму на 2 мини-электростанции, а также 12 приборов ночного видения американского производства. С 15 февраля мы собрали уже более 14 тысяч евро. Из них я перевел 13 тысяч евро. Литовская волонтерская организация «Воины света», которая осуществляет закупку соответствующих инструментов и занимается перевозкой этих инструментов из Литвы на передовую грузинским бойцам. То есть мы сейчас покупаем 2 мини-электростанции и уже 4 прибора ночного видения. Продолжаем собирать на оставшиеся 8 приборов для того, чтобы оснастить всю команду из 12 грузинских бойцов этими необходимыми им средствами, которые сделают их группой, которая работает на уровне спецназа НАТО. Итак, друзья, это Жильвина из фонда «Войны света», который как раз нам и помогает приобретать вот то оборудование, на которое вы собираете средства для грузинского легиона. Помочь грузинским бойцам можно, переведя средства через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. То есть через PayPal, а также через банковский счет в Европейском банке и банковскую карту. Всем, кто помогает от меня и от грузинских бойцов, низкий поклон, потому что ваша помощь спасает жизни. До скорого! Продолжение следует...